Здравствуйте, дорогие мои зрители, а также мои любимые подписчики. Новые посылки уже надо раскрывать. Обзор на телефон все пытаюсь снять. Сделал 38 дублей, все что-то не то. Не совсем понимаю, как это сделать. Мне надо выступить одновременно и режиссером, и оператором, и актером. Немножко сложновато. Просто взять и покрутить, повертеть, это немножко не то. Поэтому давайте пока продолжать распаковывать то, что приходит. И вот, ну, ожидаем скоро, все-таки, надеюсь, сделаю я этот долгожданный обзор. Значит, вот эта посылка, она у нас не с Китаем, она у нас неизвестна откуда. Вполне возможно, это по моей основной деятельности. Я ее сейчас открою. Если там ничего интересного, то, ну, я, наверное, это вырежу. Ну, скажу вам, ребят, ничего интересного там не было. Я понял, что это такое. Я участвовал в акции Агуша. Ну, на молочной кухне все равно дают Агушу. Так-то я, наверное, даже и не покупал бы, потому что она, насколько помню, к Проктеренг Гэмбл, что ли, принадлежит. Вот. И беда какая. Там хотели пианино мы. Ну, что-то как-то вот пианино, скорее всего, даже бы не успели. Потому что прям вот как только... Во-первых, были ограничения на количество вводимых кодов. Быстро все это дело закончилось. Ну, и вот отхватили себе вот такой гадкий телефон. Чушь полнейшая. Стоит две копейки. Головника было много. Не играйте с Агушей. Подарки у них плохие. Пойду покажу это жене и вернусь будем вскрывать дальше. Кстати, вполне неплохая игрушка, на самом деле. Пускай ребятенок играется. Так, вот. Почта России, она, конечно, вот... Да, здесь у нас написано, что здесь цифровая фоторамка стоимостью 50 долларов. Они ее решили... Бам-бам. Наверное, у них баяны кончились. Вот решили поиграть на коробке. Значит, ребят, здесь у нас находится Lenovo Wipe Shot цвет белый. Здесь у нас находится чехол Nielkin для Asus Zenfone Max. Ну, пленка и переходник мы сразу убираем в сторону. Это пока не трогаем. Давайте до конца распакуем, а потом начнем все это дело тестировать. Вообще, ребят, такое ощущение, что в Китае кризис похлеще нашего. Потому что, вот, если раньше еще там были коробочки, да, коробочки, видимо, дорого. Были пупырки такие большие, да, вот теперь он вообще вот как-то вот совсем бюджетно. Значит, здесь мы имеем, опять-таки, пленка для Asus Zenfone Max. Силиконовый бампер для него, это, опять же, неинтересно. Мы имеем наушники Asus. И Zenfone Max версия 32 гигабайта, цвет белый. Ну, опять-таки, это откладываем. Продолжаем пока открывать посылки. Ну, надо понять, что здесь. А потом уже предмет не придем к телефонам. Если вы смоете мои видео, да, вы видели уже такие фонарики. Вот у меня уже цветные пошли, да. Батареек в этот раз внутри нету. Фонарики достаточно хорошие. У него здесь магнит, здесь магнит. Так вот металлического сейчас ничего под руками нету. Вот, очень полезная штука. Если вы там в машине ковыряетесь под капотом, можно посветить, достать. Крайне удобный, полезный инструмент. Насколько помню, по цене он где-то в районе 250 рублей. Вполне невысокая стоимость. Так, ну, смотрите, очень непонятно. Да, внутри батарейки есть, но батарейки севшие. Поэтому даже вот если у вас придет с батарейками, и они будут даже... О, смотрите, они засветили. Там, наверное, может быть, какая-то была прокладка их защищающая. Ну, смотрите. Очень ярко достаточно светит. Все хорошо. На случай, если вдруг произойдет такая беда, что вот у вас придет с севшими батарейками, да, мое мнение, лучше всегда заранее заказать батарейки LR44. Ссылку на них я тоже дам. Это вот как раз два пакетика. Стоят они в среднем рублей 50-60 за 10 штук. Да, там есть разные варианты упаковок, разные названия у них. Поэтому вот выбирайте, какие вам больше нравятся. Ну, наверное, лучше запасом сразу закажите. Фонерик очень даже рекомендую. Хорошая штука. Очень давно я заказал вот эту посылку. До безобразия как-то... Ох, смотри, мне что-то положил. Зайди, почитаю, получи купон. Ой, делать мне больше нечего. Значит, я даже открыл спор. Открыл спор и ровно в этот же день я ее получил. Да, спор закрыл, все хорошо. Значит, внутри у нас находится пробник чая пуэр. Такой вот для заваривания. Вы знаете, вот достаточно много разных, разнообразных продается. Я до этого заказывал вот в таком мешочке 50 таких вот пробников. Насколько помню, там 10 разных вкусов, по 5. Ну, как-то вот они мне были... Ну, какие-то такие спорные. Ощущения, то есть, там, по-своему, он как бы интересен. Ну, не знаю. Вот этот чай, я смотрю, прям как-то более интересен. Как-то иначе пахнет, иначе упакован. Ну, надо пробовать. То есть, вот если вам нравится китайский чай, ну, надо найти своего поставщика, найти своего производителя и брать у него тогда, ну, вы будете баловаться хорошим чаем на регулярной основе. ОТГ-кабель цвет белый. Для чего он нужен? Он нужен для Asus Zenfone Max. Для того, чтобы синхронизировать его с другими устройствами и заряжать их. Также есть достаточно большое количество телефонов, которые можно этим ОТГ-кабелем соединять с обыкновенной флеш-картой, например. Я знаю, вроде как можно даже джойстик игровой подсоединить и играть в некоторые игры. Мне вот интересно, я чекранул его или мне повезло, и все хорошо. Достаточно долго ко мне шел вот этот чехол. Значит, принцип по изготовлению какой? Они берут какой-то примитивный пластиковый чехол, наклеивают с этой стороны малярный скотч и вставляют его, судя по всему, в принтер, который печатает заранее подготовленные рисунки. Насколько удачно это будет каждый раз под вопросом, с другой стороны, вполне недорого это стоит. Единственный минус для Asus Zenfone Max, в принципе, есть там наверняка для других моделей. Можете посмотреть, поковыряться. Жесткие чехлы такие есть. Так, ну, достаточно простые вещи, да, то есть, в точности, тут такой брелок, его можно на колечко повесить, на ключи, либо там на рюкзак, ну, не знаю, там куда-нибудь еще, да, и вот так вот это открывается. Для чего нужно? Мы вставляем это дело в USB, это вставляем в телефон, там, либо какой-то другой девайс, который, в нашем случае это микро-USB, да, и происходит синхронизация, либо зарядка. То есть, в любой момент вы можете это подзарядить. Похоже, по своему смыслу, значит, также колечко у нас есть, симпатичный такой цвет, и вот, значит, смотрите, мы вот так вот нажимаем, и получаем все то же самое, да, стандартный USB-выход, а здесь уже начинается интересность. У нас здесь идет микро-USB, и 8-пин для Apple, да, iOS. Вполне симпатично, удобно, всегда с собой можно подзарядиться, либо законнектиться. Так, мы все ближе и ближе к телефонам, значит, ну, наушники Asus, да, давайте я вот эту упаковку вскрывать не буду, ну, скажу только то, что это оригинальные наушники, тут присутствуют голограммы, и все необходимое. А если вам интересно, что внутри, давайте я открою точно такие же наушники, только черного цвета. Значит, внутри у нас сами наушники со вкладышами, да, регулировка громкости, принять-не принять кнопочка есть, разные размеры вкладышей под разные уши, и вот такой вот симпатичный чехольчик. Вот так вот он открывается, наушники кладутся, закрываются, и вполне удобная штука. Ну, что такое, влагонепроницаемый. Так, ну, ТГ-кабель тоже в сторону убираем, это не столь интересно. С чего начнем? Ну, телефон, да, телефон... Абсолютно ничего нового, все то же самое. Я сейчас посмотрел, сделал выборочку, значит, цены стали разниться, да, там периодически продавцов их нету, поэтому я что сделал? Я нашел раз, два, три, да, то есть один мой стандартный продавец, это MJ, и два продавца, E-Best, и там еще один есть продавец, на него тоже выложу ссылку. У них, чем они похожи? У них у всех есть наушники, то есть они все на Asus, получается, закупаются, и вот цены у них, ну, меняются, то есть одно и то же, цены, ну, достаточно сильно меняются. У E-Best, например, есть 16 гигабайт версии до сих пор, то, чего нет у MJ. Так. Мы пришли к Lenovo Vipe Shot, цвет белый. Ой. Ой-ой-ой. Что это мне тут положили такое? Что-то мне положили. Баляка-ляка, маляка-маляка. Ерунда какая-то. Абсолютно не нужно. Не знаю, что она означает. Мы ее уберем. Значит, здесь у нас белого точно так же цвета адаптер. Здесь у нас оригинально белого же цвета кабель для зарядочки. А здесь у нас инструкция и наклеенные все кодики и ключ для открывания. открывания. вам еще симки нужно порезать, да, есть переходнички. Так, давайте сравним, как отличаются у нас белый от серого. Да, есть еще цвет красный, но он просто за сам цвет дороже там на полторы, если не ошибаюсь, тысячи рублей. Вот. Вот смысл его брать, я, ну, если честно, не совсем понимаю. Ну, вот, поймите правильно, да, я с него просто снимал пленку, из-за этого он весь вот такой в пупырышках. С этого пленка не снималось, он вот так вот симпатично выглядит. По размеру все то же самое. По боковой, видите, да, даже не серо, а какой-то металлического оттенка. Здесь у нас белая рамка. И тыльная сторона здесь получается черный, глянцевый, и серебристый металлик. Вот это вот у нас окантовка. Здесь белый глянец, и белый же получается металлик. Вот так вот они выглядят. По начинке, по прошивке все абсолютно одно и то же. Ну, надеюсь, все-таки вот досниму я это бедное видео, смогу вам выложить, и надеюсь, будет интересно все это дело выглядеть. Так, давайте к долгожданному чехлу Нилкин перейдем. Прям вот очень-очень-очень симпатичная упаковка. Здесь, правда, подозреваю, должна была быть какая-то наклейка, она отсутствует. Не знаю, я о чем это говорит, но здесь вот голограммка присутствует. Вот так вот она открылась. Никаких в моем случае подарков нету. Нилкин это достаточно дорогое удовольствие, как правило. А то, видите, тут даже селика есть. Ну, ребят, по-моему, это дороговатое удовольствие того стоит. Так, ну, давайте попредметнее посмотрим это произведение искусства. То есть, здесь вот выдавлена надпись у нас. Видно вам, нет? Discover Innovation в поисках инновации. Внутри все вот это дело на бархат чем-то похоже. Крышка, в которую вставляется телефон с обратной стороны похожа на фальшкожу какую-то. Вот, крышка матовая, пластиковая. Пластик хороший. Значит, здесь дублируется решеточка динамика. Значок Нилкина. То есть, в этом отношении все хорошо. А сам телефон, ну, вот, обратите внимание на этот звук. То есть, вот, великолепно, идеальнейший, просто вот, идеально, идеально зашел сюда у нас телефон, нигде ничто не люфтит, все в доступе, все хорошо. Вот он, включился наш флипковер. А двойной тап также работает. Мы разблокируем его, и доступ к функциям можем двигать вот таким образом. интересная функция шарик. То есть, ты говоришь, шарик, шарик, подскажи, да, всю правду доложи. Я ли на сети всех милее, всех румяней и белее? И нажимаем на него. Он думает, думает, думает и говорит. По моему мнению, несомненно. Ну, все, да, я на самом деле самый красивый. Румяный и белый. есть там у него еще другие варианты ответа. Мне он как-то все говорит, что все хорошо. Можно нажать, подержать и так, как вот. И получаем доступ к настройкам, к всему остальному. Флипковер очень удобная штука, мне очень нравится. Этот чехол, ну, на самом деле, ну, ребят, у нас, как сказать, абсолютно не пойми, чего продается за там тысячу рублей, а здесь прям вот очень-очень качественный продукт, то есть, вот фальш-кожа, приклеенная на пластик, с этой стороны у нас прям вот очень-очень хорошее качество, по цене он где-то в районе 500 рублей, достаточно дорого, но мое мнение, он этих денег стоит. Значит, ребят, за 7, я думаю, это видео будет закончено, пойду я пытаться заснять полноценный обзор на Lenovo, хотя вот на Zenfone до сих пор не могу его снять, вопросы какие-то есть, задавайте их в комментариях к видео, либо пишите ко мне на страницу ВКонтакте, а если вы хотите, я могу выступить бесплатным посредником с Ali, то есть, вы выбираете, что вам надо, я заказываю, получаю, смотрю, трогаю, все хорошо, отправляю это вам, что-то плохо, возвращаю назад. С вас палец кверху, если что-то не понравилось, помимо того, что палец вниз ставите, напишите, что не понравилось, вам видео снимают для вас, возможно, я исправлюсь, будет все это дело лучше выглядеть. Подписывайтесь, комментируйте, и до скорых встреч. Ребят, как небольшое резюме к этому видео, значит, Asus Zonfon Max в данный момент еще можно найти версию 16 ГБ, у него будет процессор 1.2 ГГц, либо версия 32 ГБ встроенной памяти, у него будет процессор 1 ГГц. Что тот, что тот, работает вполне хорошо, значит, прошивка обновляется только вручную, если это вам будет необходимо, до 6 Андроида обновиться можно, но я особого смысла не вижу. Телефон достаточно хороший, интересный, но периодически есть жалобы на GPS, то есть, лечится, не лечится, не скажу. Если вы берете этот телефон, рекомендую на Али сразу возьмите гарантию ремонта, это будет стоить где-то рублей 400, не такие большие деньги, на всякий случай берите, не жадничайте. Положу трех продавцов, вроде как телефоны должны быть везде хорошие, приходить должны, но я вот все время брал OMG. Это по Zenfone Max, по Lenovo Vibe Shot. А у Lenovo Vibe Shot есть трешечка, это 16 гигабайт встроенной памяти, это плохо, а там урезано, насколько помню, еще 4G. В нашем случае 32 гигабайта встроенной памяти, полностью европейская прошивка, никаких хвостов там на английском языке нету, обновляться можно по воздуху, на данный момент стоит 5-й Android леденец, Lollipop, в случае обновления вы обновитесь до 6-го Android, Zephyr, нужно это обновляться или нет, я не знаю, что Android, он объединяет карту памяти, как-то мне вот это не сильно нравится. Можно попробовать найти, у кого подешевле, но могут долго отправлять, рассказывать какие-то сказки, может прийти кривая прошивка, придется допрошивать, надо, не надо, не знаю, вот мое мнение, что лучше взять так, получить, вставить симку, забыть, 4G работает на всех операторах, все хорошо, наушники прикольные, хорошие, фонарик классный, чехольчик, не знаю, пластик, если нравится, ну берите, мне немножко другие нравятся, за сим, я думаю, да, то есть, как будто, флипковер, то есть, вот если сам факт, не факт, как сказать это правильно, ребят, сам принцип работы вот этого флипковера вам нужен, не открывая чехол, отвечать, там, получать куда-то доступ, то Нилкин, это самое оно, вы можете взять за 200 рублей, я вот делал обзор, ну, вы знаете, это просто вот небо и земля, такое ощущение, что тот стоит 200 рублей, а этот стоит, не знаю, 5000, хотя реально, вот он стоит, не знаю, ну, может там не 500, может побольше, ну, там 700 рублей, может он стоит, ну, реально качество, ну, совершенно другое, цвета есть тоже разные, его очень даже рекомендую, с чаем, ну, ребят, тут лучше, наверное, вот так вот, поштучно, там, 12 рублей чай этот стоит, вкусы позаказать, какой-то нашли, хороший, интересный, понравился, ну, и садитесь на него, пейте, получайте удовольствие, значит, с вас вопросы, комментарии, палец вверх, делитесь видео, подписывайтесь на канал, что-то не понравилось, напишите, опять же, в комментариях, скажите, Миш, ты вот так-то, так-то делаешь, это вроде как бы, не надо так делать, делай лучше вот так-то или так-то, ссылки на все есть, не забывайте, пользоваться, пользоваться кэшбэком, кэшбэк возвращать будет вам часть денег, потраченных, на Али, Азон, Бенгаут, ну, дополнительно добавляются разные другие сайты, с которых можно делать кэшбэк, за всем все, батарейка садится, жду новую, сейчас ее заряжу, и попробую сделать все-таки обзор на Али, новую, более предметно, ну, может быть, и на Zenfone, всем всего, до скорых встреч!